здравствуйте мои дорогие весы сегодня мы сделаем расклад на колодах на колодах но это не таро это у нас оракула оракула нас отличаются от таронья с нами работают интуитивно как вы их чувствуете как вы их видите смотрите какое количество оракулов подобрала единственное здесь у нас затесалась колода за ношу но она тоже я бы и не сказала что она работает как таро на скорее все таки к и работают как оракула с нами и так для весов для весов сентябрь весы сентябрь 2022 года так сейчас еще достанем посмотрим что у нас тут на дне колода такая и так давайте будем читать для весов у нас идет следующее в сентябре за нож и он у нас с вами разговаривает на нашем духовном сознательном уровне поэтому он говорит вы вот так вот пытаетесь вот все контролировать не дай бог кто-то отпустит руки или вовремя не подаст руки или отпустит ноги и вся эта конструкция рухнет вниз вы находитесь в постоянном таком тотальном контроле а вам говорят в сентябре что пора уже отпустить эти вожжи пора расслабиться пора довериться чувством эмоциям и просто совершить этот свободный прыжок свободное падение быть таким хозяином собственной жизни перестать дергаться и волноваться за какие-то чужие проблемы за то что вы где-то что-то можете не досмотреть как отпустите ситуацию наконец пустите бурю эмоций в свою жизнь выпустите год собственного себя внутреннего себя из этого большого огромного и ненужного вам образа который вы на себя одели вы выпустите год внутреннего себя наружу будьте говорит самодостаточны будьте наполнены потому что к вам идет прекрасно видите радужная энергия счастья любви добра насыщенности это в первую очередь все таки денежное состояние когда все комфортно везде все дыры закрыты перестаньте оплакивать какие-то проекты которые закончились отпустите их не надо пытаться балансировать вы только себя вот этими на балансированием таким вы только превращайтесь вот такого клоуна который пытается все сберечь устоять на одной ноге а внизу вон видите есть подлая мартышка который одной иглой проткнув шарик может вас всех обрушить перестаньте себе эту клетку создавать каких-то условностей каких-то обязанностей отпустите это все выйдите наружу клетки нет вы открыты миру идите с этой солнечной энергии навстречу в сентябрь зажигайте в сентябре к вам придет и насыщенность по деньгам и комфортное существование и по финансовое существование и будет если чувствуете какие-то затруднения по жизни то не бойтесь обращаться к своим предкам своему роду высшим силам и просить помощи свыше они вам помогут то что они следят за вами за вашим движением на земле и помогают вам в исполнении не бойтесь обращаться к ним за помощью и так теперь на аркане земли но посмотрим аркан магия земли достанем вам несколько карт и посмотрим что скажет магии земли вам а а Здесь тоже шла карта. Карта каких-то воспоминаний шла, карта переживаний за какие-то чувства, за какие-то отношения, которые не получились. Здесь вам Ракул Земли говорит, во-первых, вы должны отпустить тотальный контроль, постоянно напряженные нервы, вы должны дать нервам расслабиться, перестать себя изводить чем-то и цепляться за что-то, что себя уже отжило. Это соблазны, соблазны получить что-то. Вы понимаете, что, возможно, где-то в каком-то вопросе вы на самом деле не должны были занять эту должность или не должны были получить более высокую выплату за что-то. Или вы где-то догоняете в голове, что вы как-то это получили не совсем законно, что ли, незаслуженно вот так вот. И вы пытаетесь всем доказать, что нет, я заслуживаю это. Так вот вам говорят, отпустите. Это и дьявол вас искушает и загоняет все большие проблемы. Перестаньте пытаться кому-то что-то доказывать, перестаньте вот это вот все контролировать, носите в своей голове, выдохните, наконец, выпустите собственного себя, выйдите наружу, заведитесь обычными делами каждодневными и дайте своему организму отдохнуть. Дальше карты вот просто кричат о том, чтобы вы, наконец, расслабили эту пружину, которая вас изъедает. И в сентябре, наконец, запустили новый цикл, когда идет спокойствие, когда идут, кажется, дневные дела, которые, кажется, ну что такого, изо дня в день одно и то же. С другой стороны, дает чувство уверенности, спокойствия. Не надо никуда бежать, никуда опаздывать, не надо сильно нервничать, не надо наносить в голове какие-то придуманные истории, чужие обязанности, которые вы на себя взвалили, потому что хотели казаться лучше, хотели казаться успешнее, хотели, в общем, влезть в чужую шкуру. Скиньте, отдайте это дьяволу обратно, пусть он с этим сам разбирается. Это искушение от него. Вернитесь в свое состояние, и вам будет это гораздо комфортнее. Дальше у многих, у некоторых весов начинается новый год, когда все отпуска заканчиваются, начинается учеба, начинается работа, начинается новый цикл такой годовой, да, до следующих отпусков летних. И об этом тоже вам говорят карты. У некоторых весов, здесь я смотрю, есть, даже здесь тоже были карты, где говорили о том, что сожаление о прошлом, что вы возвращаетесь мечтами в свое прошлое, в детство, что-то вы там вспоминаете, возможно, какие-то люди приходили из прошлого, у вас появлялись в вашей жизни, и как-то это вот потревожили ваше пространство. Возможно, какой-то партнер, с которым вы расстались, и сейчас все, что осталось от ваших отношений, только вспоминать, как оно было, и эти отношения уже не вернуть, и вы это понимаете, это тоже вас изводит, и поэтому карты Оракула вам говорят, положите этому конец. Все, закройте этот цикл, завершите, и начинается новый цикл. Займитесь реализацией себя, обучением, работой, запуском каких-то новых проектов, внесите такую рутину в свою жизнь, когда вы делаете каждодневные простые действия, простой набор этих действий, который называется рутина. Перестаньте истязать себя теми обязанностями, которые вы не должны исполнять, перестаньте браться за то, что вам не нужно и что вам не принадлежит, будьте собой, и тогда сразу в вашу жизнь приходит вот эта вот насыщенность, во-первых, энергия идет, насыщенность вас идет, посмотрите, наполненность, и вы перестаете болтаться, как клоун в цирке, где у нас тут был, балансировать на одной ноге. Если чувствуете, что сил вам не хватает, если чувствуете, что не хватает вам сил не угнаться за чужую славу или за чужими успехами, а что вам лично не хватает сил для достижения своих простых целей, то не бойтесь, во-первых, идите в церковь и на убывающую луну сделайте обряд очищения водой из церкви, то есть побрызгайте углы, омойте ноги и эту воду вылейте куда-нибудь под дерево на улицу. То же самое вообще, мойте ноги каждый вечер, это хорошо смывает весь негатив, набранный нами за сутки. Во-вторых, выпустите из себя вот эти вот мысли, перестаньте пережевывать прошлое, вспоминать какие-то несостоявшиеся отношения, неполучившиеся романтики и еще что-то, выпустите, покончите с ними. Это, конечно, тяжело, это легко говорить, но тяжело сделать, но тем не менее это вам откроет дорогу к вашему яркому существованию. У вас появится и энергия, у вас появится и мужчина, для женщин, кто переживает о том, что вот тот мужчина ушел и что же вот будет. Ничего сложного не будет. Появится новый мужчина, придет новый мужчина, придет новая энергия. Придут деньги, как только вы сбросите чужие обязанности, чужие ненужные вам вещи. А начнете жить своей жизнью и к вам придет полная насыщенность вас. Посмотрите, комфорт, это хорошая карта, это очень хорошая денежная карта в первую очередь. А во вторую очередь это карта и семьи, и достатка, и успеха, когда все сыты, одеты, обуты, накормлены, все по полочкам, везде порядок. Вот такая, знаете, полная радуга в вашей жизни. Так, будьте на дне колоды карта мага, будьте магами, будьте волшебниками в своей жизни. Не надо гнаться за чужую славу, за чужим успехом, не надо им завидовать, сбрасывайте это все со своих плечей. Не тягайтесь, это дьявол вас искушает. Дьявол искушает и загоняет вас, и вами манипулирует. Сбрасывайте его со своих плечей. Дальше. Да, и как только вы сбросите, вы сразу становитесь победителем в своей жизни, и сразу к вам идет успех и понимание. И сразу к вам идет успех, вы будете пользоваться успехом и понимание ситуации. Что касается, да, и будет праздник на вашей улице. Что касается вот тех, у кого здесь показали карты переживаний по поводу любви, то действительно вы себя как-то изводите. Уже пора, вот Оракул тоже говорит, пора внести ясность уже, успокоиться, понять, сделать выводы, сколько вы вкладывали, сколько тот человек вкладывал, что эти отношения ваши... Ваши... Сейчас еще. Да, хочется вам вернуть их, но нужно внести... Вот те весы, которые переживают по поводу своих несостоявшихся отношений в личной жизни, то здесь карты говорят, что вы... Я вижу, что вы планировали, мечтали, делали упор на эти отношения, но они прервались, и нет продолжения, и продолжения не будет, поэтому не надо себя изводить этими мыслями. Пора внести эту ясность и закончить себя терзателем, и что тогда будет, если вы закончите это делать, и придет, появится новый мужчина в вашей жизни, видите? Поэтому приводите свои чувства в порядок, отпускайте то, что отжило. Ну, бывает так, уходит, но уходит и ушло, все. Закопайте его там в саду, и начните с новым, по-новому, с нуля придет в вашей жизни мужчина, все будет хорошо, не волнуйтесь, все будет замечательно. Так, это те, кто... у кого тут с чувствами, я смотрю, прям карты пошли рассказывать. Так, теперь мы на оракуле сновидений посмотрим, что вам скажут оракулы сновидений для весов. Вот, знаете, на оракулах тоже здесь, вот оракулы тоже как бы вторят оракулы сновидений тому, что мы до этого выкладывали. Они говорят, что надо излечиться, вот на дне колоды, надо просто принять меры комплексные и выйти из этого состояния, которое вас угнетает. У кого-то угнетает состояние, как я сказала, тот, кто связался с дьяволом, тот, кто решил что-то такое вот по искушению взять, что ему не принадлежит. Вам нужно отпустить там свой тотальный контроль, все равно ситуация рано или поздно проржавеет, протрется, и все равно вы допустите какой-то провал. Поэтому пока не поздно, сейчас отпускайте этого дьявола. У кого, я посмотрела тут с отношениями, проблемы, разрушились отношения, нет возможности возврата, все развалилось. Тоже карты говорят, что нужно излечиться, нужно это убрать из своей жизни. Это все вами надуманные страхи, это все то, что вы сами себе придумываете. Это оракул сновидений, то есть это то, что нам приснится во сне, и знаете, да, как сон можно прекратить, открывайте глаза, все, и это все осталось там. Это не наяву. Так и здесь, говорит, откройте глаза и оставьте всех этих страшил там, в их другой жизни. Это не наяву у вас происходит. Потому что вы считаете, что вот из-за этого тотального контроля, который вас искушает дьявол, вы считаете, что, ой, я буду поражен, у меня будет какой-то преследовать монстр, препятствие, у меня будет поражение, у меня будет погружение. Откройте глаза, отпустите этого дьявола, отпустите эти искушения. Это добыча по-легкому. Она все равно не ваша, это искушение от дьявола. Оставьте, войдите в рутину, в каждодневные свои дела, наведите порядок и спокойствие в своей голове, избавьтесь от каких-то прошлых переживаний, воспоминаний, отпустите их и идите в новую жизнь. Это такой комплекс извлечения. Не бойтесь обращаться за помощью к высшим силам, они вам помогут. То есть кому-то это нужно сходить в церковь, кому-то призвать своих умерших родственников, которые им помогают, своих ангелов-хранителей. Первая карта у нас по оракулу сновидений, это карта покупки. Покупки, обмен, расчет, рынок, приобретение, деньги. То есть вот начнется такая жизнь, когда вы начнете что-то там приобретать, делать, покупать, куда-то ходить, и это понятно, потому что начинается, отпуска закончились, все, и начинаем, как говорится, опять работать, жить, учиться, надо будет что-то ходить, покупать, приобретать, платить и так далее. От страхов своих избавляйтесь, это от дьявола, искушение идет. Девятка это у нас еда, застолье, кормление, то есть, видите, будут какие-то встречи, посиделки, застолье в прямом смысле слова, изобилие, выпивка, что-то будете вкусное, будете праздновать, будете отмечать, то есть будет повод для праздника в сентябре. И это неудивительно, потому что в конце сентября у знака зодиака весы начинаются дни рождения, да, чем я вас и поздравляю, дорогие мои весы. Так, и давайте на последнем оракуле, он у нас сегодня, на самом деле, самый новенький у нас оракул, работает первый день с нами, оракул ведьмочек, давайте достанем из него еще одну карту для весов и посмотрим. Вот видите, и карты вам говорят, пора вот так вот вот сесть, расслабиться, протянуть ножки, отдохнуть, сосредоточиться, успокоиться и перестать гоняться за какими-то несбыточными мечтами, надеждами, планами. На дне колоды тут у нас идет тоже такая же карта, говорит, посвятите время себе, отдыху, спокойствию, созерцанию, медитации, посетите, расслабьтесь, расслабьте свою нервную систему, расслабьте свое сердце, успокойтесь уже, говорит, хватит себя держать в напряжении, нужен вот этот процесс исцеления, извлечения. Ну вот такой у нас получился расклад, дорогие мои весы. Если вам понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал, для того, чтобы за расклады забывались, нужно ставить лайки. Это наш с вами энергообмен. Пишите свои комментарии и делайте посты, перепосты моих видео в другие соцсети. Всего доброго вам и до новых встреч. Пока-пока.